Мы здесь как раз вот перекликается с темой и социального капитала, нужно посмотреть. Мне очень нравится цифра, 40% работают на заводе больше 10 лет. Это говорит о том, что достаточно сложившийся коллектив, несмотря на то, что это... И еще выше. Такие сроки. Да, да. Что это коллектив состоит из 2200 человек. Значит, 17 трудовых династий, мы считаем, когда 3 поколения работают. Что, в принципе, характеризует отношение коллектива и влияющихся методов? Вы видите, что в основном это жители, которые непосредственно живут на передачу в муниципальных образованиях. Пожалуйста, следующий слайд. Мы постоянно проводим визиты на завод. Мы всячески открыты для контрактов. И лучшим ответом на любую претензию с нами мы считаем предложение клиенту посмотреть. Мне очень приятно, что даже в этой аудитории 4 тысячи человек уже были по моменту предложения на заводе. Чтобы предлагаю остальным тоже поучаствовать. Значит, что касается социального капитала, опять-таки, многократный и ежегодный победитель в комбинации лучших работодателей Москвы. По разным мигнациям, в разные годы мы стабильнее берем эти позиции. Потом это рассматривается на уровне федеральном. И, как правило, среди лучших работодателей России тоже какие-то мигнации будут поставить. Вот, собственно, по программе модернизации завод с 2011 года, скажем так, упал в рожьей компанией «Госкомнефть» и сразу идем куда-то включена программа модернизации. О ней можно говорить очень долго, очень подробно, с массой цифр, но здесь в презентации дана, скажем так, некая выгляда. Коротко говоря, модернизация выглядит на два основных этапа, с 2011 года в 2016 и 2016 по 2020 год. Условно говоря, задача этой модернизации, не останавливая завод, и его забрать, но надо вместе построить, чтобы не на секунду не прервать остатки. Это очень серьезный вызов. Как вы видели в заголовок, вынесено то, что к концу этой программы модернизации должен стать одним из лучших по экологическим и по технологическим показателям завода в Европе. Ну, как называется, по-желаю, мы увидим, но в следующем слайде здесь уже можно увидеть какие-то показатели, которых мы добились. По снижению воздействия на воздух, на воздух, на георгическую среду. Очень, скажем так, яркий пример – это решение полностью вопроса. Мы практически первым нефтепроваривающим завод в стране, который полностью решил вопрос о накоплении Советского периода. Собственно, все объекты, которые находились на предприятии Советского периода, полностью это делали. У местных жителей, где объект назывались Черным морем, это огромные карьеры, просто вырубленные земля, которые с 1938 года наполнялись обходами, все это копилось, вы не представляете какое-то воздействие. Сейчас все это выбрано, и на этом месте, как шутят на заводе, не надо копать в другой коренье под фунтами, а сейчас на этом месте строится гигантский рионный комплекс очистных сооружений и геосферы. Они вообще пользуются. Давайте дальше. Ну, собственно, основные проекты первого этапа. Соответственно, очистные сооружения закрытого типа, что, собственно, позволило нам дописывать такие показатели посвященного воздействия на воздух. Надо заметить некую синхронность с тем, как была заключена в программе модернизации, как установился диалог с мэром города. Значит, в этом смысле завод всегда под приставленным сооружением столько проверок, сколько у нас в течение года проходит на заводе, мы не работаем на обмутном проекте. Столько внимания в численности сходят нам. Во всем первый. Да. Столько внимания в численности сходят нам, то есть мы просто под рукой находимся постоянно. И вот, Сергей Семенович лично развод приезжает, проезжает все объекты. Следующая вопрос. Ну, вот, собственно, про Черное море. Мы с вами тут, видите, здесь. Сережа, сделай во весь экран. Ну, ткни, ну, там, если это сложно, я... Нет, нет, не сложно. Александр Семенович, я надеюсь, что я просто оставлю... Нет, нет, ну, просто, чтобы оставлю... Вот, вот, ну, просто. Всем желающим. Так, куда как приятно. Если можно... Все замечательно. Там каждому в руки попало. Вот, ну, вот, видите, собственно, к концу 2015-го года, вот, следующий. Значит, ну, как бы, здесь по отдельным объектам. Вот, очень у нас постоянно за сероводорок вспоминает, собственно, один из основных процессов, который происходит на заводе, это очистка от серы, да, то есть, как бы, наша задача делать там чистые продукты, но лучший способ сделать их чистыми, это, в первую очередь, очистить их от серы. Значит, все, что мы получаем в результате, не представляем, соответственно, мировые рынки. И серы, на самом деле, один из наших основных продуктов. Мы совершенно не заинтересованы в выбрасывать серы в трубу, сколько мы там оставляем ее, потому что это один, на самом деле, из продуктов, который мы продумали дальше. Дальше, пожалуйста. Ну, вот, еще несколько проектов у первого этапа. Основной результат этих объектов был переход в уже в 15-м году, который был сфотопливатического класса сфотопливания. И следующий, пожалуйста. Ну, здесь наш один из основных деятельствов, благодаря тому, что в 13-м году... Не надо, мы сфотопливаемый, мы сфотопливаемый наш хронический класс с топлива Евро-5, а Москва только в этом году с 1-го января его заходили в использовании топлива. Вольный низкий класс. Ну, вот, то есть, мы стоим 20-лет на 3 года, учитывая, что наша доля на рынке, это порядка 40%, в Москве-Московской области. Соответственно, по официальным данным, это 95% в соблюдении атмосферы автотранспособных. Соответственно, вот, исходя из этих факторов, идите тут, а на улицу идите, расскажите. За прошедшие годы факторов повышения атмосферы в Москве, это как раз-таки наш вклад производства более кладческого топлива. Вот, просто там, как объективы получают сэрч, пожалуйста. Вот, это, собственно, биосфера. Это 3D-модель. Сейчас она активно строится. Вот, как вчера мы показывали в членной группе. Соответственно, ну, как бы, тут много разных показателей можно посмотреть. Например, эффективно-фактически на источный пор 99%. Повторное использование ворота ворота 75%. То есть, что называется, нам выгоднее купить самую современную технологию и субсидиализовать эту трензу. Раз, дальше. Ну, собственно, то, что мы говорили, потому что мы подключились к системе АСМР. Дальше. Значит, первым экспериментом попробовали установить экран, который, собственно, стоит рядом с заводом на обращение, в ближайшую актуальность тратит. Соответственно, в зависимости от приведяющих территорий, проезжающие либо могут посмотреть в ближайшем вилайн о состоянии атмосферы в ближайшем окружении. То есть, собственно, в том месте, в котором они находятся. Значит, мы попали в какой-то мониторинг экологических практик, которые сколково проводят вот с этим экраном. Мы вынесли, оказалось, что это не то такого, вот, чем... С этим экраном. Вот, вот с этим экраном. Значит, оказалось, никто такого не запустал. Но мы, если еще рассматриваем вариант, как бы, развития, то и как, что может, в каких-то еще соседей территории там, в ближайшем того, кого-то поставили, но, по большому счету, было бы интересно, конечно, если в какие же экраны были видны, как приятные. Вот, соответственно, доступ к этим данным, и он, опять же, на сайте. То есть, как бы, за один на сайт, вы будете разбирать. Дальше. Я чуть-чуть, по-моему, перебрал. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok